всем привет сегодня клеим стекло по стеклам нормального видоса ни разу не сделал хочется более-менее чуть 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 более-менее правильный как-то правильный не спеша показать кузов открашен два дня назад сейчас тут еще фошка подогреваем гараже в гараже где-то до плюс 5 прохладно скажем так эксплуатировать такое стекло можно будет не раньше чем через сутки но тут никто никуда не спешит для работы будем использовать 3 мовский клей он уже начатый надеюсь он там не высох его подогреваем на пистолет найди пока ручным пистолетом как есть крокодиловский праймер вот такой губкой очень удобная тема он тут с пломбочкой рекомендую тем кто найдет есть у 3 ма такие внутри мы честно давно вообще не видел у крокодила есть но тоже с переменным успехом попадаются что там пистолет также нужна обжижирка там да было 900 ппшка и ну 220 взяли на свежих открашенных элементах 320 пойдет 240 220 80 120 брать особо не стоит потому что можно до металла продрать это не имеет смысла никакого промотовываем можно промотовывать чуть шире чем надо потому что может можно промахнуться так сказать и чтобы было замотовано до опупения промотовывать смысла нет здесь еще будем проходить грунтом усилителем адгезии поэтому и даже к глянцу он в принципе прихватит лучше промотовать это несложная работа которая делается недолго для особо фанатичных педантов можно еще скотч брайтон потом углубление промотовать но это при желании корпус обезжирили обезжиркой любой обезжиркой можно даже бензином калоши обезжирить тут это не суть важно не суть важно главное убрать возможное загрязнение хотят все чистенько скотчем закрываем самую опасную зону на которую может потечь то есть та которая у нас открыто и видно потому что любой грунт для вклейки стекол он настолько ядовитый что там где он потек если вы сразу его начнете убирать у вас будет просто контур виден который может быть сполируется если чуть-чуть останется и засохнет это все это дрова вы его ничем не уберете так промачиваем промачиваем он пошло черненько сейчас мы тут сверху его все чем удобно эта губка она делает вот такой равномерный слой на который мы потом наносим клей два слоя мазать не надо потому что на втором слой это губка выковыривается если эта губка выковырнулась все дальше надо брать валик в руки и аккуратно им работать на углах может пошире на всякий случай здесь мы будем наносить клей на кузов мне так удобнее именно в этом случае куда наносится клей на стекло или на кузов не имеет никакого значения правильно как туда наносить так сюда наносить то есть как удобно иногда когда на стеклах есть разметка куда правильно наносить конечно удобнее на стекло но есть такие формы кузова когда ты на стекло наносишь а на кузову можешь просто клеем не попасть и оттуда будет свистеть и дуть стекло также обезжириваем и также на него наносим праймер сейчас поскольку холодно оставим его минут наверное так на 15 пусть подсохнет если работаем в теплых условиях 5-10 минут и надо уже вклеивать стекло потому что он когда пересохнет он просто перестает работать его надо обновлять обновлять его надо путем мотования еще раз нанесения все бежи речка отработал также наносим на стекло и потом склеим дальше включаемся так грунт нанесли сейчас на стекле покажу то есть так он уже высох за перчатки еще не тянется и после того момента вот как то если допустим только начинаем делать не знаем точно или праймер хрен знает какой в момент когда вот он уже на перчатки не оставляет никакого следа вот еще пять минут дать и это будет точничок здесь я дал чуть больше потому что холодно наносить буду на кузов клей по четенько по периметру своего шва если нанести на свежий клей допустим в углах толсто натекло то в этом месте возможно что общий слой будет держаться там где просохло а тут клей от кузова будет с таким микро микро прослойка то есть мокрое на мокрое не приклеивается так еще по носику на всех для клея носиках вот такой вырез идет его не надо ровнять это именно гребешок он оставляется специально так положено и вот этот если есть вырез это как дистанционник то есть его просто прикладывая он нам дает четкий угол под которым надо наваливать его можно конечно срезать или убрать я просто главное выдержать вот этот правильный угол у кого есть возможность сразу купить в него пистолет покупайте ручным наносить клей для стекла это фантастика просто так на углу тут застыкуемся потому что мне неудобно я подготовлю формировать потом ничего мы формировать не будем я не знаю где ты эту хер видел не надо формирование что формировать то специально идет вот этот гребень кто тебе вообще такое сказал я именно видел как это делает ну ладно такое дело но он слегонца его я такую ересь первый раз вообще слышу дядя это профик приезжал там на марсе пацанам ну может а рука уже рука бойца колоть сука устала ух Клей у нас не вымазал Вот такой гребешок остается Не надо Мы же его положили Слой и так Если сбоку смотреть Он больше чем сантиметр в высоту Именно вот эту высоту дает сам гребешок Толщина самого валика Получается миллиметров 8 А гребешок его дотягивает До 1,2-1,4 сантиметра Есть разные гребешки на которых еще можно вырезать Вот этот гребешок он первым цепляется за стекло А потом уже мы раздавливаем Потому что форма кузова разная Стекло китайское И форма стекла может быть не идеальная Но зацепившись за гребешок Уже у нас держится и чтоб вода не попадала И жесткость в принципе вполне достаточно Перестыковки лучше делать с перехлестом Здесь оно раздавливается И слой будет такой растянутый Кладем Ничего не надо ждать Неделю ждать, две недели ждать Я в дырку палец суну После того как мы положили У нас есть Ну сейчас Зимой холодно Несколько минут Чтобы подвигать В теплое время года Лучше Ничего никуда Так на тебя Ничего никуда Долго не ждать Чтобы двигать Так А выше у нас не дадут Чуть-чуть его Придавливаем И хорош Клей еще сам подтягивает Опять по верхам проверим Ну все Проверь Убедись Сняй Я имею в виду вот так Сами пощупать Чтоб ты чувствовал Я имею в виду Чтоб ты чувствовал зазоры Сверху снизу Ну вроде одинаково Мне вот знаешь Что мне нравится Что вот тут Стекло Не такой же формы Как крышка Надо есть спички Буквально спички Просто подложим Спичечку Давай Чуть-чуть вверх И вот тут Положи Вверх Сейчас спичку Положим И тут Держится сейчас Но Каждый Наглядь Все Втренчики Со стеклом Закончили Не надо Я тебе сейчас Дальше Собственно Продолжать Со стеклом Закончили В идеале Сделать вот так Чтобы стекло Тут оно не сместится Вниз Потому что ему некуда А вообще Прихватывать скотчем По периметру И обычно Те кто клеит стекла Говорят Что все Можете ехать В общем скотч закончился Не хватило скотча Но тут особо некуда И плыть стеклу В общем я к чему вел Что те кто Вклеили стекло И говорят Ну вот так вот Постоит часик И можете ехать Ну это опасные люди Любой клей Ну часа четыре Это вообще прям Такой жесткий минимум Клей сохнет От влажности В основном Сейчас появились Какие-то новые клея Силан модифицированные полимеры У них там по другому Идет высыхание Вот те Может быть быстрее Но они гораздо дороже стоят И я не уверен Что прям ими все пользуются Четыре часа Это вообще Машина должна стоять Без движения В идеале Оставить Вот на ночь Клеить С утра уже можно Ехать эксплуатировать Машину Более-менее нормально Но я лично Вырезал стекло Которое вклеивали Неделю назад Скажем так Летом Это было сделано Когда вырезали стекло Внутри валика Герметик еще свежий То есть у него Промерзание идет Так Неспешно Вовнутрь Поэтому никаких Четыре часа И так далее На ночь вклеили В следующий день пользуемся Сейчас зима Сейчас холодно Вот эту машину К примеру Можно было бы выгонять Ну Как минимум Через сутки Сказать что Оно все уже держится Можно ехать Ну С этой машины Она тут больше чем неделю Еще будет просто стоять Поэтому тут все будет нормально Сложности В вклейке стекла никаких Главное Самое главное Не провтыкать по времени То есть не передержать Грунт Которым Наносим на стекло И на кузов И Слишком быстро Тоже на него Не нанести клей Не торопиться никуда По поводу того Что ты Сережа говоришь Что там кто-то Что-то формировал Я такое первый раз слышу Клей нанес И надо сразу Вклеивать стекло Никаких там Подождали 15 минут 20 минут Что-то там формировать Зачем что-то формировать Не знаю Для этого Гребешок специально Именно вот этот Вот Канавка Которая сделана Она выдавливает Гребешок Он нанес его Вот этот гребешок Да Он у него был вышен Сантиметра два был И он его вот так вот чуть-чуть Тин-тин-тин-тин-тин Заткнул Ну это сделал он сразу Или ждал еще Через пять минут Ну это вообще Честно это бред Я такого никогда не слышу Он нанес его И он прибил к саму горку Верхушку Чуть-чуть буквально Ну может это Я понимаю Если это раз Да реально слишком Где-то много Сразу убрал там Что лишнее Или там поправил Клей я добавил И сразу положил Но ждать пять минут Пять минут вроде немного времени Но уже Процесс это Он с пленочкой Он сохнет от влажности И пленочкой покрывается По сути сразу Ты положил И уже начинается У тебя пошел процесс застывания Надо чтобы это застывание Происходило Со сторон А не между стеклом И грунтом Поэтому Есть вообще инструкции К каждому клею идет Такая бумажечка Вообще ее обычно не дают Но надо просить На ней написано Как им пользоваться Вот почитайте ее Ничего сложного Это довольно таки Простой процесс Вот вырезать стекло правильно Гораздо сложнее Чему правильно вклеить Поэтому никуда не спешите Делайте Тренируйтесь Я думаю У всех все получится Всем пока